По сути, это не интервью, это когда вопрос-ответ, а мы просто пообщаться должны. Евгения, я так понимаю, я видел Вас в роликах, я так понимаю, что Вы немало эмоций здесь пережили. Что я пережила. Я тут прожила целую жизнь. Если сказать, что здесь было здорово и классно, это ничего не сказать. Мы проживали здесь жизнь вместе, жизнь проекта с Юрием. Мы проживали эту жизнь проекта вместе с ребятами. Было все. И взлеты, и падения, и слезы радости, и слезы грусти. Было всякое. И было непросто, нелегко. Мне приходилось порой переламывать себя, переучиваться, учиться заново, перестраиваться. Каждый день, шаг за шагом, я чувствовала, что становлюсь сильнее, увереннее. Я понимала, что вот эти знания, они мне необходимы, и я буду их применять. Но Вы же человек с большим стажем. Вот, в принципе, Вам же легко должно было быть. У Вас здесь большие это так кажется, да? Потому что дело в том, что, ну, как бы я, можно сказать, что мастер-самоучка. У меня, ну, была у меня, было училище. Ну, в основном, мы вот вышли на практику и сразу, вот где я там подсматривала у кого. В принципе, все это как самоучка. Никогда у меня не было никакой школы. Вот это вот первая школа, единственная, где я получила другие совершенно знания. Это, на первый взгляд, кажется, что да, просто. Но у меня уже был свой стереотип, как говорится, действий, которые были, ну, в принципе, неправильные. И мне приходилось все это учиться всему заново. Что это за стереотип, где Вы их получили, и, ну, вот, как это вообще происходило? Я же говорю, я где-то подсматривала, где-то у кого-то перехватывала, где-то сама доходила. Ну, что у меня было самое неправильное? Это у меня стояла рука неправильная. Разворот руки. И я всегда подходила, мне Юра всегда поправлял. Я встану не так, как надо стоять. И по привычке опять разворачиваю руку. А так не нужно. Он мне все время вот поправлял, переделывал, переставлял. Все время мне делало замечания. Ну, это на первом этапе. Вот. Потом, когда я так сделала руку, мне было дико неудобно. У меня начала болеть рука, потому что я так никогда не делала. Вот рядом лежат ножницы, расческа. Они бы не надоели за эти два с половиной месяца еще? Каждый день? Нет. Дело в том, что... Можете взять в руки, да? А зачем? Ну, показать, да, что получалось, что не получалось. Что сейчас правильно делаете. А, показать? Да, прям вот с ними. Да, я не знаю. Так. Нет. Вы говорите, какой-то момент у вас не получался. Можете показать, прям вот рассказать? Ну, как вот рука, вы говорите. Шла не туда, и до туда шла. Только что рассказывали, да. Ну, это имеется в виду в оттяжке. Здесь с тушевкой, в принципе, ну да, ее... Тушевка у меня была, но она была такая хлипенькая, скажем так. Сейчас она более четкая. Ой, сейчас я просто волнуюсь. Не хочу показывать. Ну, на волосах это лучше получается, чем по-моему. Это правильное сейчас будет движение? Как нужно делать, да? Получается. Ну да. А как вы, покажите, делали до этого? Как неправильно было? А, как я делала? Да, и как стали делать? Или уже не помните? Не, я делала вот так вот. Так. Вот смотрите, как я делала. А сейчас я делаю, вот я над обушком держу. А в чем разница-то? Так, вот так я делаю. Так, 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 так. Ну, я сейчас опять, когда у меня волнение немножко. В чем разница? Здесь у меня ножницы отходят, от расчески ходят туда-сюда, туда-сюда. Вот они у меня ходят. А тут я держу параллель, и я стараюсь. Ну, другие бы можно. А, ну, то есть она должна на одном месте оставаться, ножницы идти просто следом? Чтобы они с обушком шли, в параллели. Ну, вы же знаете. Вот так. Вот так. Ну, у меня что еще было? Вот, допустим, я, особенно вот с этой стороны, боже, как мне было неудобно. Я еще маленькая, и вот когда стригла этого Олега клиента, у меня почему-то... Ну, я думала, что у меня все это отработается с этим. Вот у меня всегда почему-то прядки вот эти отходили от пальцев. Я привыкла брать просто снятие на пальцах. А тут нужно четко отделять угол оттяжки, четко соблюдать последовательность и четко вот выдерживать эту параллель. И у меня вот с этим были проблемы. Я над ними работала. Еще знаете, какой интересный момент, просто так по-человечески, если вам задать вопрос. Вы опытный человек, работаете. Давайте вы не будете все время про этот опыт. Мне уже, знаете, мне... Я когда пришла, я поняла, что я ни черта не опытный. Ну да, у меня есть свой опыт. Я говорю, у меня свои стереотипы были сложные. Сейчас я их пересмотрела полностью. А, вот пошло. Все, когда перестала, видите, вы мне задали вопрос, а у меня сразу волнение. Я начинаю это. А когда уже на меня не обращают внимания, Юра говорит, мне тоже говорит, вот стоит стрижет нормально, стоит мне к ней подойти. Все, растерялась, что-то не то пошло. Как отхожу, опять все нормально. Ну, то есть, ну, это у меня, вот, как бы, покое есть. Вот, и пошли мы. А можете вспомнить, как вы решились сюда поехать? Почему вы сюда вообще поехали? Ну, то есть, вот все же налажено у вас было, вы спокойно работаете. Да где же там налажено? Зачем вам этот стресс вот этот все? Зачем сюда ехать вообще? Стресс. Я стала сильнее. Я же говорю, что я стала сильнее. Но у меня появилась цель. У меня появилась цель зарабатывать больше. Так как где я там работала у себя, у меня заработок мой не рос. И зарплата меня не устраивала. Но у меня появились в семье будущие затраты, которые нужно вложить у моего младшего ребенка. И я начала искать пути, как увеличить доход. Я пересмотрела кучу школ, кучу информации. Я очень, как бы, не сразу к этому пришла. Я над этим много думала. И думаю, где мне взять такую информацию, чтобы вырасти как мастер и добиться таких результатов, чтобы мои работы отличались от обычных работ. Своей красотой линии, чуткости форм. геометричностью. И я вот нашла Юрия. Из тысячи роликов, из тысячи роликов, я нашла его. Смотрела, смотрела, присматривалась. Ну, некоторые техники там пыталась уже даже на себе, у себя на работе применить. Ну, все равно знаний-то нету. Вот. Что-то получалось. И вот я решила именно к нему ехать для того, чтобы развиваться дальше. Что-то еще хотела сказать. А, ну и вот. То, что, ну, получила я эти знания, да, они для меня бесценны. У меня получился такой чемоданчик знаний, такой фундамент. Это, первое, геометрия построения стрижки. Второе, это четко, четкий технологический процесс и последовательность его. И третье, это построение внутренней формы стрижки. Вот этот фундамент, вот эта ценная база, этот чемоданчик я увожу с собой в родной город, мой любимый Владивосток, где родилась, выросла. И прям вот хочется мне быстрее начать применять это и строить это геометрические стрижки и дарить людям радость. А, еще я что хотела сказать. Чем отличается стрижка машинкой от стрижки школы Юрия Жданова ручной работы Ханкрафт? На мой взгляд, три вещи их отличают. Первое, это смотрибельность. Второе, это носибельность. И третье, это, так, еще, смотрибельность, носибельность. И сейчас, сейчас, немножко смотри. Сейчас, сейчас. Ничего, ничего, по ходу разговоров вспомните. Так, нет, сейчас, подождите. Как вспоминайте, я перестану чуть-чуть. Да. А, господи. Первое, элегантность. Второе, смотрибельность. И третье, носибельность. Вот три вещи, вот, так, еще раз повторю. Так. Чем отличаются стрижки, машинкой от стрижки ручной работы школы хэндхрафт Юрия Жданова? На мой взгляд, их отличает три вещи. Первое, элегантность. Второе, носибельность. И третье, смотрибельность. Ну, это вот, я сама сделала такой вывод. В общем, я хочу привести эти знания в свой город и применять их на людях, как я уже сказала, и дарить им радость. Скажите, вот вам без очков комфортно будет разговаривать? Без очков? Комфортно. Чего, я буду посимпатичнее? Давайте посмотрим. Вы видите, о чем речь. Свет падает на дужки, на дужки, а эти дужки падает тень под глаза от очков. А, да? Да, если мы очки уберем, будет хорошо. Вот. Сейчас хорошо без очков. Так, нормально вам? Ну, не нормально, только чтоб я там не это, ну, если я там буду выглядеть как бы не очень, то... я уже привыкла к себе к очкам, и раньше без очков ходила, я вот буквально года 4, наверное, в очках хожу. Смотрите. Ну, грубо говоря, знаете, интересно просто, много ли поменялось у вас, вот, ну, именно после этой школы, после обучения здесь? То есть, получили ли вы те знания, которые вы тогда искали, когда хотели повысить себя? А, мне кажется, я уже ответила на этот вопрос. Конечно, я их получила... Можешь на то убрать? Конечно, я получила те знания, я же говорю, у меня такой чемоданчик знаний, которые я сейчас везу в свой город, и мне надо там их развивать. Я очень хочу это все внедрять в массы, радовать людей. Знания есть, но не хватает, конечно, практики, нужно еще отрабатывать, отрабатывать, но это все не сразу. Вот каждый человек это понимает, что не сразу Москва строилась. Что я ожидала от проекта, да, я получила. И даже больше я получила. Я здесь... У меня появились новые друзья. у меня... Ну, я посмотрела замечательный город Сочи, его достопримечательности. Я насладилась вообще самим процессом обучения. Было трудно, но это было настолько вот оно как бы, знаете, воля такая, знаете, закалка волевая, сильная. Такую школу я прошла, как говорится. Я говорю, я стала сильнее и морально, и физически, и увереннее в себе. А слезы были? Я же говорю, были и слезы, были и слезы радости. Ой, поначалу я вообще... Я... Вот буквально вторая неделя меня так... У меня такое было отторжение, отторжение всего. Мне казалось, что зачем я сюда приехала, что мне трудно, что мне тяжело, что я не вписываюсь вообще в эту школу. Мне очень... Ну, было нелегко, непросто. Я говорю, что шла какая-то ломка, перестройка всего моего сознания, моего организма, моего восприятия. А потом я начала... Постепенно я начала получать удовольствие от самого процесса обучения. Было трудно, но интересно. Было трудно, но интересно. И я говорю, шаг за шагом я что-то там... чему-то училась, получала знания, получала радость от того, что я получаю. Ну, так это происходило. но еще вот у нас, я говорю, замечательные... Вообще сейчас такой момент грустный наступает. Вот у меня буквально вчера и позавчера прям раз как-то даже какая-то пустота, грусть, что придется расстаться с ребятами замечательными, которые, кстати, мы помогали друг другу, мы поддерживали друг друга, мы переживали друг за друга, что придется расстаться с Юрием, с своего проекта. вообще такая нотка грусти такая есть. Вот. И... Ну, это нормально, так и должно быть. Будете созваниваться? Нет, конечно, обязательно мы будем созваниваться и ко мне даже вот приедут, ко мне точно приедет Наталья во Владивосток, у нее там родственники. Ну, может, и роман приедет, он часто бывает во Владивостоке. Но переписываться однозначно мы будем со всеми. Ну, терять не будем никого. Ну, впечатление, конечно, впечатление, я говорю, шквал эмоций. Просто я говорю, какая-то новая страничка моей жизни, которая прожила здесь вместе с ребятами, с Юрием. Новая страница, отдельная жизнь, отдельная история. Очень насыщенная, настолько насыщенная, каждый день, каждый день мы трудились, каждый день мы старались, каждый день мы познавали какие-то, преодолевали какие-то вершины. Это была не просто школа, это какая-то была борьба, как бы вот в этом смысле. и вот все, все позади. мне еще интересно, как вы вот так решились поехать так далеко. Наверное, это больше всего удивляет, вот, в вашем поступке, да, вот, меня лично. а почему удивляет, дело в том, что очень, да, интересно, мы вот с Натальей тоже подружились, и она говорит, Жень, я ей рассказала там, допустим, историю своей, ну так, немного биографии, говорю, вот, ты представляешь, говорю, я за всю жизнь ни разу никуда не ездила, кроме своей бабушки, там, в деревню, там, которая жила недалеко. Я ни разу не была за границей, нигде не была, в принципе. Она говорит, а как ты вот отважилась и поехала? Я говорю, знаешь, у меня появилось огромное желание, и об этом все сказано. И я, кстати, хочу пожелать всем, кто там нас смотрит и будет смотреть, друзья, желайте, мечтайте, дерзайте, и все у вас обязательно получится. Это я точно знаю. Все-таки как вы так решились приехать? Очень далеко. Я же говорю... Такой путь. Опять же, очень дорого стоит обучение, вот это все вместе, это что вы решили сделать? Ну вот я решилась, меня подвигывает еще мой, говорю, ребенок, то, что его нужно обучать в дальнейшем. Она у меня хочет обучаться в Питере. Она очень талантливая девочка, художница. Для того, чтобы обучать своего ребенка, мне нужно зарабатывать. Для того, чтобы зарабатывать, мне нужно было стать как личностью, как парикмахером личностью, не просто, не простым парикмахером, парикмахером личностью, чтобы реализовывать себя. Дочь понимает? Ну, конечно, они меня все поддержали, поддержали, у меня две дочери. Это я имею в виду, она понимает ваш поступок? Как вы ради нее это делаете? Ну, и, конечно, понимает. Ну, вообще, как бы, ради, ради всех, ради нее, ради младшей, ради старшей, ради самой себя. Я это сделала. Ну, как бы, начала свою жизнь заново, что ли, в другую сторону, есть сейчас воодушевление? Мне хочется быстрее, я говорю, хочется быстрее взять и начать работать. Огромное желание, огромное воодушевление. Ну, такое прям, знаете, как перспектива работать, развиваться, творить. Ну, такое состояние. Вы, наверное, последнее можете что-то вам передать, камерам, родным, Владивостоку, сказать, поблагодарить за поддержку, опять же, на все эти два с половиной месяца. Ну, я, во-первых, хочу сказать, конечно, огромное большое спасибо моей маме, мамочке моей, любимой, Валентине Анатольевне, которая меня поддержала и помогла. Огромное спасибо моим девочкам, доченькам, Александре и Софиюшке, которые меня тоже поддерживали и которые меня ждут и не дождутся. Я скоро приеду, мои родные, мы обнимемся, встретимся. Ну, и все, кто меня любит и знает, всем огромный привет. Всем жителям города привет. Ждите, я скоро приеду и буду делать вас красивыми. Все, спасибо. Все, можете рассказывать. Так, вот смотрите, ну, все сказала, а про Юрия не сказала. Юрий, Юрий, Юрий. Когда он подходит, от него прям идет такое тепло, такая энергия положительная. и в душе я его называю, вот он не знает об этом, а я вот сейчас скажу, в душе я его называю мой гуру, мой большой брат. Прости, Юра, но это в душе я так тебя называю. Вот. И он бывает разный. Он бывает и добрый, и сердитый, но всегда справедливый. и он может дать волшебного пендаля. И этот пендаль действительно бывает волшебный, когда вдруг получается результат. У него такая своя методика, но я считаю, очень ценная. Вот он, когда дает информацию, и ну, человек ее знает, но у него не получается. Он стоит, у него не получается. Он не подойдет сразу, не подскажет. он будет ждать, чтобы человек этот сам доходил, сам разбирался в своих ошибках. И когда уже совсем-совсем не получается, тогда он подходит и начинает задавать тебе вопросы наводящие. И человек уже как бы сам отвечает на эти вопросы, сам доходит. Я считаю, что это ценная очень методика, ценная и полезная. и, конечно, ему огромная, ему низкий поклон, низкий поклон тебе, Юра, и тебе благодарность огромная за твое терпение, за твою мудрость, за твою веру в нас и поддержку. А еще я хочу сказать огромную благодарность тоже человеку, который был каждый день с нами. это наш оператор Гарик Юрьевич. Огромное ему спасибо. Это человек как бы в тени, человек, боец невидимого фронта. Но ему огромное спасибо за его искренность, поддержку и отзывчивость и доброту. Ну вот все, в принципе, что я хотела сказать. И все, вообще всему, всем людям, кто помогал этому проекту, кто участвовал в нем, и всем ребятам, и всем-всем-всем огромное спасибо. Спасибо. Да. Нормально? Конечно. Конечно, нормально. Осторожно. Включаемся. Может, сами, да, вот так просто. И вот, крещерка. Не, ну, правда, нормально. Правда, нормально. Хорошо. Он у меня, может быть, не... Он у меня, может быть... Но... Он у нас aqui, все равно.